ребята хочу показать день в хозяйстве какой у нас напряженное время 4 часа значит с девяти часов перегнал уже вот такой вот пепелац заряженный до 20 сколько 25 литров спирта выгнали параллельно с этим сейчас покажу параллельно с этим ну накормлена птица да не надо говорить там напоено все бруллеры два раза уже накормлены напоены значит помыто оборудование которое у индюков использовалась помытые клетки брудер вот это все помыто керхер сломался опять можете меня поздравить сглазил хотел помыть клетки оборудование вынесли вон но подвел меня керхер который я нахваливал сейчас покажу в чем проблема не понимаю не реагирует на выключатель вообще вот на этот вот и щелчка как бы нет значит смотрите какая проблемка я уже пытался фильтр снимал на прямую и пробовал к разным фазам подсоединяться да то есть напряжение и через стабилизатор и без стабилизатора вот уже даже притащил в гараж сюда вот вот такая вот смотрите проблемы вы слышите давление явно слабое давление слабое и вот он вот так трактит не реагируя на выключатель вообще никак вот видите не выключается как будто бы не может создать необходимое давление не знаю как там это все работает ну чё делать придется наверно скрывать его так ну как говорится спасибо интернету оказывается что проблема это довольно таки распространенная на этих мойках я снял вот эту часть и здесь в корпусе стоит вот такой клапан и он залипает со временем и есть даже бюллетень керхеровская что раз сезон необходимо его вытаскивать чистить и смазывать якобы ну как был как говорят в интернете так ну что вот я почистил клапанок этот и пойдемте посмотрим как это работает у нас или не работает вот я прям без корпуса поставил подключил воду выключатель на выключатель реагирует сейчас я выключил да вот давление сбросил вот давление сбросил он не гудит сейчас включаем так вот накачал накачал до смотрим ну чё будем надеяться что все обошлось и мы не попали на покупку и дорогостоящий ремонт клапан я вчера почистил помазал поставил на место отработал ровно вот практически все я помыл кроме вот этой клетки и все и опять та же самая песня короче говоря ладно суть не в том насчет помыли клетки сейчас нам предстоит от драйвить курятник я сейчас пылесошу пылесошу пол пылесошу вот там вот видно уже да я часть про пылесоса значит пылесосу пол дальше я окна помыл мою стены решил в этот раз помыть стены я пока ничего нет здесь все вынесено по максимуму вот мою стены и дальше мою пол после этого уже стемнеет я думаю клетки наверно придется завтра заносить потому что не успеем дождик поливает они мокнут тяжелеют плохо но что делать после этого мы я лена там ковыряется между прочим в огороде подождем еще я ныряю в гараж уже когда темно будет мне предстоит вот я сейчас перестановку в гараже произвожу мне нужно разобрать вот эти вот баночки что-то сюда в гараж поставить что-то в электро щитовую убрать вот он керхер зараза такая буду читать буду звонить наверное представительству может быть они подскажут что там нужно сделать ладно будем разбираться вот значит параллельно сварено же ранее надо за запаренное зерно там и чё там и кости и ноги и головы короче говоря вот после того как я помою пол в гараже мне предстоит продолжить перестановку разборку вот яблочки подвезли нам опять смешно да но в этот раз будет елена викторовна уксус делать я обычно я сказал что я к ним не притронусь но их нафиг я уже замучился вот здесь перестановку производим вот я стеллажик один убрал уже вот с этого места вот это стеллаж тоже уберется здесь будет стоять и раковина которую мы когда делали ремонт купили в икее она оказалась нестандартная под икеевскую столешницу в общем я и сначала хотел сдать а потом подумал думаю да пусть будет мало ли на улицу поставим короче вот и она сейчас у нас вот сюда вот установится в разделочный пункт пункт потрошения вот и соответственно значит в гараже идет перестановка у нас колоссальная тут все значит передвигается переставляется вот диван сюда поставили который у нас полился в углу он был завален и никогда его не использовали по назначению теперь возможно будет время иногда присесть отдохнуть на него вот возле печки тут должно быть комфортно вот освобождаем и в основном вот этот угол вот здесь вот должна быть инкубаторная комната в этом углу пока она будет под наши три блица а потом что-нибудь сделаем я думаю я думаю сделаем инкубатор попробуем по крайней мере вот сюда вот тоже полки поставим вот я привела переставил тут всякое барахло но не барахло строительный материал пока вот наши блицы здесь значит что еще хочу сказать я наверное вставлю видик который я снимал где-то неделю назад в преддверии вот этих всех глобальных перестановок так вот весь этот беспорядок беспредел будет куда-то убираться куда я еще сам толком не знаю но куда-то будет ну вот яйца эти сейчас инкубатор пойдут него только помыть надо печку кстати затопил а что-то холодно значит смотрите основная причина чем связано у нас две причины чем связано у нас перестановка вот это место которое сейчас занято у нас стеллажами музыкальной аппаратурой она нам вот конкретно это место нужно для установки сюда мойки и пункта по разделу курица разделки курица потрошение там и так далее так что вот это все будет куда-то убираться и здесь будет мойка на две раковины и какая-то рабочая поверхность так и вторая причина по которой мы здесь все будем переставлять сейчас я вам сразу и покажу расскажу это то что вот здесь вот в этом углу мы будем делать инкубаторную комнату такой скажем такое отгороженное помещение чтобы там была возможность поддержания приличной плюсовой температуры где мы будем устанавливать уже инкубаторы сначала наши допотопные и в будущем нормальные то есть вот это все у нас тоже отсюда будет переезжать разбираться вот эта куча которая уже лежит у нас наверное ну с весны а то может быть из зимы в прошлой и и наконец разберем уберем там на чердак что-то это детские вещи там и так далее и тому подобное кстати я не показывал у меня в гараже есть вот такой вот мини кабинетик вот он будет на месте надеюсь останется так вот эти вот здесь на снегоочиститель он уедет на улицу все тоже здесь разберется часть вот здесь если помните лежали доски у нас имитация бруса и вагонка это все уже на чердаке вот что-то станет сюда вот к этой стене что-то станет вот туда к той стене но общем потом покажем так и еще нам нужно будет сегодня вот эту бочку перегнать перегнать будет здесь у нас из этого колюсидра ну яблочной браги так скажем будет у нас спирт сырец вот эту барду мы сейчас сольем но не сейчас а вечером сейчас я курятник буду еще мыть пол там и убираться вот сольем отсюда барду зальем брагу и вперед вчера я закончил два ночи перегонку сегодня посмотрим сейчас 4 вечера еще время уйма вот такая вот погодка у нас уже дня 4 наверное и как здорово что я успел сделать вот такую дорожку из старых регистров отопления сейчас хотя бы я грязь не таскаю в тот курятник ноги разъезжаются жиже ужас короче сейчас ходить хоть можно но я вставлю маленький рассказе к об этом объекте строительную дорожку лежали у меня регистры старые они внутри ржавые применить их невозможно и я решил их применить вот сюда отрезаю вот эти сгоны чтобы снега снегоуборщикам не цепляться за них до впоследствии зимой когда я буду снег чистить вот и вот такие вот листы укладываю укладываю с промежутком как говорится на шаг ноги на ход ноги то есть я вот иду и как раз пропадаю в один шаг на лист но вот такая дорожка в итоге у нас получилось здесь пришлось подсыпать потому что низина прямо откровенные корявенько конечно некрасиво но главное чтобы она выполняла свои функции что сухо было ходить они грязь месить сейчас дожди зарядят и все начнется болото целый друзья в наш рабочий день внесли коррективы непредвиденные обстоятельства у нас опять выключили свет вот вы можете слышать пищат инкубаторы да и на улице темень ни одного фонаря ни у кого нет света вот вы можете видеть у соседей света тоже нет и я не дам и не дам ил буквально одну треть курятника не успел очень хочу закончить надеюсь что свет дадут скором времени потому что надо уже добить эту тему и забыть о ней вот и мне еще хорошо бы вот сюда залить и перегнать 4 часа нужно для этого вот если бы в 10 начал бы то 2 до 2 как раз бы управился но посмотрим как получится что делать вот так вот регулярно нас выключают электричество отлично 10 часов включили свет 10 10 я в такой романтичной обстановке к пока они света не было поменял значит картридж опять прокипятил его в лимонке залил сюда новую брагу и все включаем на разгон сейчас я пойду там домою пол и приду здесь уже будет какая-то температура все я побежал пол мыть так ну программа минимум выполнена курятники мы убрались стены помыли окна помыли пол помыли сейчас я через час приду сюда закрою окно вот то оставлю откидное проветривание на ночь дам воды брали бролером и наверное еще корм нужно им подсыпать будет и в принципе здесь все мы закончили идем теперь программу максимум выполнять в гараж так ну вот буквально мы за 25 минут помыли дом или пол курятники все сейчас процесс у нас здесь идет автоматическом режиме можно сказать только помыть банку надо поставить отобрать немного голов но это отдельная история сейчас не будем в это самое углубляться но пока это все будет у нас перегоняться в полуавтоматическом режиме под моим контролем я тут чего-нибудь переставлю переложу буду продолжать наводить порядок гараже вот завтра следующий новый день завтра у нас предполагается чистка теплицы после индейки выгребать будем за ними подстилку ну а вам всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки не курите всего хорошего пришлось не заново разобрать мой керхер так как после последнего моего ремонта он проработал полдня и заново сломался тоже самое неисправность как я показывал сейчас я более значит уже основательно все разобрал снял помпу заново почистил еще раз клапан этот байпасный посадил на силиконовую смазку но прям так не собирая попробовал все то же самое ничего не работает не выключается пришлось снять разобрать этот выключатель и в принципе я понял в чем причина как я предполагаю вот здесь вот есть отверстие видите в нем и в него должен давить шток и как бы прозвонил провода сам переключатель сама электрика работает нет прозвонка тут есть такая вот такой вот автомобильной прозвоночкой прозвонил в общем сама электрическая часть работает проблемы я так понимаю вот в надавливание вот этого клапана он не дает отключать мойку и видимая причина в том что давление набирать тоже в нем это клапан как я прочитал клапан который подает химию у меня аппарат который может мыть из основного пистолета сразу разбрызгивать химию и вот мне кажется в нем неисправность так как он не двигается никак в общем сейчас я буду его снимать разбирать чистить и посмотрим может быть получится что-то